Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги Судей. И сегодня мы читаем третью главу этой книги. Здесь рассказывается о том, как борьба с язычниками продолжалась и на Святой Земле. Вот те народы, которых оставил Господь, чтобы искушать ими израильтян, всех, которые не знали о всех войнах хананских, для того только, чтобы знали и учились в войне последующие роды сынов Израилевых, которые прежде не знали ее, то есть войны. Пять владельцев филистимских, все хананеи, седоняне и евеи, живущие на горе Ливане, от горы Вал-Ирмона до входа в Евмав, они были оставлены, чтобы искушать ими израильтян и узнать, повинуются ли они заповедям Господням, которые Он заповедал отцам их через Моисея. И жили сыны Израилевы среди хананеев, хетеев, амореев, фаризеев, евеев, гергесеев и эфусеев. И брали дочерей их себе в жены, и своих дочерей отдавали за сыновей их и служили богам их. Вот эти языческие народы, как и сказал Господь через ангела, они действительно стали петлёю для еврейского народа, которая затягивалась всё туже и туже, потому что евреи начали ассимилироваться в общество, среди которого они жили. Получается, что не язычники жили рядом с евреями, а евреи жили среди язычников, потому что в своё время они не изгнали их из святой земли, хотя не могли это сделать. Далее говорится. И сделали сыны Израилевы злое пред очами Господа, и забыли Господа Бога своего, и служили Валом и Астартом. Ну, если они породнились с этими племенами своих сыновей, женили на их дочерях, и своих дочерей отдавали замуж за их сыновей. «И воспылал гнев Господь на Израиля, и предал их в руки Хусар Сафэма, царя Месопотамского, и служили сыны Израилевы Хусар Сафэму восемь лет». Хусар Сафэм называется царь Месопотамский, то есть он был из той местности, откуда родом был Авраам. И Авраам покинул эту местность, как языческую преисподнюю, урхалдейский и так далее. «Тогда вы запили сына Израилевы Господу, и воздвигнул Господь Спасителя сынам Израилевым, который спас их», то есть это судья, Гафаниила, сына Кеназа, младшего брата Халифова. Мы знаем, что Халиф был отважный человек, в свое время отважный юноша. Даже в 85 лет он сохранял крепость. «На нем был Дух Господен, и он был судьею Израиля». То есть судьей Израиля мог быть только тот, на кого воздействовал Кадеш Руах, Дух Святой. Поэтому здесь мы и прочитали, на нем был Дух Господен, и был он судьей Израиля. То есть это взаимосвязанные вещи. Если бы на нем не было Духа Господня, он бы не смог стать судьею в Божьем народе. Он бы тогда воспринимался, как какой-то самосвят или проходимец. Он вышел на войну против хусара Софема, и предал Господь в руки его хусара Софема, царя Месопотамского, и преодолела рука его хусар Софема, и покоилась земля 40 лет. 40 лет мира, 40 лет евреи наслаждались покоем, заслугами человека, который имел Духа Святаго для воинских дел. И умер Гафаниил, сын Кеназа. И мы уже знаем, что как только тот или иной судья умирает, народ впадает в разные грехи, они теряют ощущение реальности, и надо срочно как-то их вразумлять. И далее мы читаем, «Сыны Израилевы опять стали делать злое пред очами Господа, и укрепил Господь Иглона». Иглон – это язычник, враг Израиля. «Царя Мавицкого против израилетян за то, что они делали злое пред очами Господа». То есть Господь укрепляет, оказывается, не только своих, но и противников народа Божия, чтобы через них вразумить нас. И вот действие этого Иглона, царя Мавицкого, он собрал к себе всех амманитян и амаликитян, и пошел, и поразил Израиля, и овладели они городом Пальм. Что значит город Пальм? Это какой-то оазис, очень плодородная земля. И служили сыны Израилевы Иглону, царю Мавицкому, 18 лет. Это после 40 лет спокойствия в одни Гафаниила, теперь 18 лет они под Игом Иглона, царя Муава. Иглон был очень толстым, он был очень тучный, он отличался жестокостью, но каким-то непонятным образом этот царь, язычник стал праотцом Господа Иисуса Христа. Тогда возопили сыны Израилевы к Господу, и Господь воздвигнул им Спасителя Аода, сына Геры, сына Ие Мениева, который был левша. И послали сыны Израилевы с ним дары Иглону, то есть дань отвезти Иглону царю Мавицкому. Аот сделал себе меч с двумя остриями, то есть заточенный с двух сторон, как русские мечи, длиною в локоть, то есть это был короткий меч, его можно было спрятать, и припоясал его под плащом своим к правому бедру, и пришел, и поднес дары Иглону царю Мавицкому, вот эти подарки, подарки делают слепым и невнимательным человека. Иглон же был человек очень тучный, когда поднес Аот все дары и проводил людей, принесших дары, то сам возвратился от истуканов, которые в Галгале, и сказал «У меня есть тайное слово до тебя, царь». Аот заинтересовал Эглона, действия Эглона, он сказал «Тише», то есть, чтобы никто не слышал, это же тайное слово, и вышли от него все стоявшие при нем, все его сатрапы, этого чудовища Эглона, вышли. «Аот вошел к нему, он сидел в прохладной горнице, которая была у него отдельно, ну, чтобы сидеть, и никто не отвлекал тебя, и сказал Аот «У меня есть до тебя царь Слово Божие, Эглон встал со стула перед ним». Почему Эглон встал? Да, Эглон тиран, да, Эглон это чудовище, но Эглон почтил Слово Божие. Когда Аот ему сказал «У меня есть до тебя царь Слово Божие», Эглон встал со стула. «Когда он встал, Аот простер левую руку свою и взял меч с правого бедра своего и вонзил его в чрево его, то есть в чрево Эглона, так, что вошла за острием и рукоять, и туг закрыл острие. ибо Аот не вынул меча из чрева его, и он прошел в задней части. И вышел Аот в преддверие и затворил за собою двери горницы и замкнул. Когда он вышел, рабы Иглона пришли и видят. Вот двери горницы замкнуты, и говорят, верно он для нужды в прохладной комнате. Ждали довольно долго, но видя, что никто не отпирает двери и горницы, взяли ключ и отперли. И вот господин их лежит на земле мертвый». Итак, Иглон, чтобы утаиться с Аодом, у которого есть тайное слово, приходит в эту комнату, которая, в общем-то, комната для отправления нужды. Это свидетельствует о том, что Иглон никому не доверял. Представьте себе, вы хотите с кем-то поделиться тайной, а он говорит, давай зайдем в туалет, закроем дверь, и ты там мне потихонечко скажешь. Это значит, что он жил в окружении людей, которым он совершенно не доверял. И когда Аод сказал «У меня есть до тебя Царь Слово Божие», Иглон встал. А тот этим воспользовался и убил его. А чему это обстоятельство может научить нас? Тому, что не надо вставать перед Словом Божиим. Мало ли, ты встанешь, а тебе меч в живот. Нет. за то, что Иглон встал почтить Слово от Бога, пусть в неподходящем месте. Пусть он сам был неподходящий человек. Для того, чтобы услышать Слово Божие, он сподобился стать прадцом Иисуса Христа. Это очень устойчивое древнее предание, что Руфь Мавитянка прабабка царя Давида, а значит праматери Иисуса Христа, она была дочь Эглона. Такое обстоятельство может научить нас тому, что даже если нечестивый человек проявляет почтение перед Словом Божьим, человек малорелигиозный, это зачтется ему. Так или иначе. Известно, что великий ученый Исаак Ньютон, когда при нем произносили имя Божие, он всегда снимал шляпу. Так он почитал имя Божие. И вот этот человек он имел дочерей и одна из них Руфь, Руфь, Руфь Мефитянка, та самая кровь, которой вжил их всех еврейских царей через Давида, который был ее правнуком. Пока они недоумевали, то есть люди Иглона, увидев его мертвым, а вот между тем ушел, и никто о нем не думал. Ну, вышел, вроде все в порядке, а тут непонятно, почему он на полу царь. Прошел мимо истуканов и спасся в Саирав. А чего нас может научить вот это уточнение? Прошел мимо истуканов. Похоже, он истуканов этих опрокинул. Придя же в землю Израилеву, Аот вострубил трубою на горе Ефремовой, и сошли с ним сыны Израилевы с горы, и он шел впереди их, и сказал им, идите за мною, ибо предал Господь Бог врагов ваших мавитян в руки ваши. И пошел за ним, то есть народ, пошли за ним, и пошли за ним, и перехватили переправу через Иордан к Муафу, и не давали никому переходить. И побили в то время мавитян около десяти тысяч человек, все здоровых и сильных, и никто не убежал. Так смирились в тот день мавитяне пред Израилем, и покоилась земля восемьдесят лет, восемьдесят лет, и был аот судьею их до самой смерти, то есть восемьдесят лет земля пребывала в покое. После сего был Самегар, сын Анафов, который шестьсот человек филистимлян побил воловьем рожном, и он также спас Израиль. Мы знаем, что судьи использовали какое-то необычное оружие сельскохозяйственное. Это связано с тем, что у них даже меча не было одного, потому что когда царя Саула поставили, там где-то кто-то нашел два меча. И вот один дали Саулу первому царю, а другой Иннафану, его сына. А так они дрались и вот здесь в данном случае воловьем рожном этот судья, сам Геар одолел филистимлян. Конечно, это только действием Духа Святого можно иметь такую силу и мощь. Дух Святой это божественная личность, которая сообщает людям не только знания, научает наставлять на всякую правду, но и сообщает силу. Как Деве Марии было сказано, сила Всевышнего найдет на тебя. Как апостолам было сказано, пребывайте в Иерусалиме, доколи не облечетесь в силу Духа Святого. Итак, сегодня мы изучили с вами третью главу книги Судей. Если будем живы, Господь позволит, в следующий раз мы будем изучать четвертую главу этой книги. Судей. 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 Продолжение следует...